Всем привет! В эфире программа Овертайм и сейчас вы узнаете о значимых спортивных событиях в жизни Полевского. В студии Максим Исаенко. Поехали! В заключительном домашнем матче чемпионата Свердловской области по футболу среди команд первой группы Северский Трубник принимал на стадионе труд Первоуральский Динур. Гости продолжают борьбу за чемпионство, а вот Трубники за вожделенную пятую строчку турнирной таблицы. Северский Трубник начал активнее, первые минуты доминировал на поле, но в итоге не реализовав свои моменты, они получили гол в свои ворота. На 16-й минуте капитан Динура Максим Сергеев головой замкнул подачу с фланга и счет уже не в пользу хозяев поля. К чести Трубников отыграться они смогли уже через три минуты. Ударом из-за пределов штрафной в ближний нижний угол Сергей Иткин застал врасплох вратаря первоуральцев. 1-1. Обменявшись быстрыми голами, команды в оставшееся до перерыва время больше не смогли отличиться. Получается игра по первому тайму? Да, конечно, мы владеем мячом. Вот один раз получилось завершить, надо использовать свои моменты, чтобы повести. Сегодня есть шансы победить? Да, конечно, мы смотримся получше, чем соперник. Во втором тайме открытый футбол продолжился, да и в такую промозглую погоду долго не застоишься на месте, можно замерзнуть. Гости атаковали реже, но опаснее, стараясь бить из любой подходящей позиции. В середине второго тайма трубники плотно засели на половине поля Динура, хозяева поля играли красиво, у них получалось все, кроме завершающей стадии атаки. А за 4 минуты до финального свистка хозяева пропустили контратаку и Анатолий Седов головой отправил мяч в ворота северского трубника 1-2. В самой концовке первоуральцы могли увеличить отрыв, но не забили в пустые ворота. Ну, во-первых, у них преимущество было. У нас очень много травмированных, очень парней не хватает. Играем теми людьми, кто у нас есть. Как получилось забить, перехватил мяч, почувствовал силы. Какое-то было чутье, надежда, что все еще не потеряно. Продолжаем бороться чемпионство. Поражение отбросило северский трубник на злосчастную седьмую строчку в турнирной таблице. Шанс занять итоговое пятое место есть. Нужно лишь в последнем туре обыграть на выезде в верхней солде «Титан». И надеяться, что конкуренты в борьбе за пятую строчку «Березовский», «ФДВ» и «Триумф» из Алапаевска в очной встрече сыграют в ничью. В третий раз у подножия высокого столба прошел трейловый забег «Каменный цветок». В этом году на старт вышло 38 взрослых и 42 ребенка. Как всегда, организаторы подчивали всех участников вкуснейшим пловом, а также приготовили массу сюрпризов. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Команда «Егор Катим» уже приучила всех любителей бега по пересеченной местности, что ежегодно в сентябре в Полевском проходит трейл «Каменный цветок». Этот год, конечно, не стал исключением. «Приехали поддержать Андрея Мазурина, одного из организаторов данного мероприятия, так как все, наверное, в курсе его травмы. То есть человек восстанавливается, хочем помочь, морально, хотя бы морально поддержать. То есть, ну и уровень соревнований хороший». «Большое спасибо организаторам за хорошую организацию. Причем это традиционно каждый год проходит. Поэтому мы сюда приезжаем каждый год и будем продолжать приезжать». И вот все желающие проверить свои силы на далеко не самой легкой трассе собрались у подножия высокого столба. Многие приехали с семьями, как, например, екатеринбушцы Арсеньевы. Приезжают традиционно и выступают успешно. «Поведайте рецепт, как у вас такая спортивная семья, что все участвуют». «А вот так сложилось. Дети меня тренируют, я детей тренирую. Вот так идем по жизни». «Другу вы заряжаете эмоциями?» «Да, конечно, конечно, конечно. Равняемся друг на друга». В этот раз Арсеньевы завоевали целую россыпь наград. Папа Федор стал вторым на 12 километрах, как и младшая дочь Ева, которая бежала полтора километра. Сын Дмитрий завоевал бронзу на километровой дистанции, а вот старшая дочь Богдана сумела победить в своей возрастной группе. «Мне у вас тут очень нравится. Всегда много вкусненького. Пол вкусный. И за папу приехала поболеть». «Как сейчас бежалась?» «Нормально, легко». «Уверена, победила. За счет чего получилось победить?» «Ну, я смогла расходиться со спуска, и из-за этого я смогла победить». «Трудная трасса?» «Нет, легкая. Очень легкая. Мне вас нравится, серьезно. Ждала этих соревнований за полгода». Дистанции на каменном цветке уже привычны и для участников. Дети в зависимости от возраста бегут от 500 метров до полутора километров. И нужно отметить, что в этом году в каменном цветке детей участвовало уже больше, нежели взрослых. И это не может не радовать. «У нас никогда не было такого большого количества участников категории 11-13 лет девочек. Это самая провальная категория. Нынче их больше десятка. Вот это очень удивило». «Можно сказать, что уже в ваших соревнованиях фишка как раз детские забеги?» «Ну, фишка не фишка, но я думаю уже наравне, что дети, что взрослые, да, уже наравне, наверное». У взрослых дистанции начинаются с 6 километров так называемая категория фитнес для любителей. А уже более подготовленные и профессиональные бегуны преодолевают 12 и 18 километров. Но многие приезжают не за победой. «Участие, атмосфера, сами люди здесь очень здорово. Совмещаем все, и спорт, и общение здорово». «В первую очередь общение с единомышленниками, свежий воздух, проведение всего выходного дня, можно сказать, в кругу семьи, потому что все тут семьями. То есть, хорошо провести день, пробежать, то есть, получается, с хорошим настроением закончить день, вкусно покушать на свежем воздухе. То есть, ну, вот как бы эмоции, самое главное же эмоции». Организаторы в каждый свой старт привносят изюминку, будь то веломарафон, триатлон или трейловый забег. Вот и сейчас всех детей после финиша ждал настоящий сюрприз. Хотя под впечатлением остались и взрослые участники. «Мы поднимем руки к небу, вместе мы одна семья, и оттежим и бабе, друзья. Только вместе мы можем изменить». «В итоге абсолютными победителями в этом году стали полевчанка Анастасия Мазурина и екатеринбуржец Сергей Спирин. А уже через год состоится очередной трейловый забег «Каменный цветок». И нет сомнений, что организаторы приготовят для всех участников еще массу интересного. В клубе «Гамбит» прошел один из самых массовых турниров по шахматам среди школьников «Осенний дебют». Данные соревнования в Полевском проводились уже в 38-й раз, и в них приняли участие 66 школьников. В прошлые годы менее 8 школ в «Осеннем дебюте» не участвовало. Но, к сожалению, в этот раз по младшему школьному возрасту, где выступали ученики первых-четвертых классов, заявилось всего 5 школ. А вообще приняло участие 6 образовательных учреждений. «У меня два, так сказать, момента. Головная боль. Чтобы было не слишком много, то есть чтобы мог разместить всех желающих. И в то же время, конечно, чтобы было не слишком мало. Ну, сегодня у нас 32 человека по младшей группе, ну и немножко побольше, 34 по старшей группе». В итоге в обеих возрастных группах набралось 66 школьников. Для сравнения, в прошлом году было 78 участников. И организаторы рассчитывали, что в этот раз будет порядка 90-100. Но по различным причинам получилось, как получилось. «Шахматный организатор уволился из двух школ. Первая, шестнадцатая, то есть отсутствует непонятная позиция. Некогда одной из сильнейших школ – это тринадцатая школа. Теперь уже на второе соревнование не предоставляют команду. Такая же ситуация и по восемнадцатой школе». Последние годы проведения осеннего дебюта за пальму первенства в основном между собой борются южане, ученики восьмой и двадцатых школ. В этот раз конкуренцию им должны были составить и северные школы, такие как семнадцатая и лицей номер четыре «Интеллект». «Мне нравится фигура, ну и все такое». «Какая любимая фигура?» «Король». «Почему?» «Ну, потому что иногда можно с ним много ассоциаций делать». Соревнования проходили по правилам быстрых шахмат с контрольным времени 11 минут на партию каждому участнику. Разыгрывались как личное, так и командное первенство. В итоге в младшей возрастной группе победили Мария Власова из политехнического лицея номер 21 «Эрудит» и Дмитрий Рыбочкин из восьмой школы. «За счет моего опыта очень часто я играю в шахматы в своем клубе, в «Звезде». И очень часто мы играем с отцом дома. Половина соперников, конечно, намного ниже моего уровня, но есть и очень сильные соперники, которые заставляют потрудиться играть». Победа Дмитрия не случайна. Он уже три года довольно серьезно занимается шахматами. «Почему именно шахматы? Что привлекло?» «Ну, потому что я очень люблю развивать мозги, а шахматы как раз они и задействованы. Ну, и интересный вид спорта». «Учебе не мешает?» «Нет». А в старшей группе среди пятых, одиннадцатых классов побед добились Данил Сулейманов из восьмой школы и Мария Фарненкова из двадцатой. В командном первенстве первой стала восьмая школа, набравшая 31,5 балл. На втором месте сборная двадцатой школы в их активе 30 очков. И бронзу завоевали представители лицея номер 4 «Интеллект», заработавшие 26 баллов. Полевской принял участие во Всероссийском дне ходьбы на базе Центра физкультурно-спортивных мероприятий в южной части города. В рамках акции «10 тысяч шагов к жизни» практически 100 полевчан, отбросив свои воскресные дела, вышли на тропу здоровья. Солнечное воскресное утро у здания Центра физкультурно-спортивных мероприятий многолюдно. Порядка ста полевчан выбрали для себя в этот день здоровый образ жизни. Принять участие во Всероссийском дне ходьбы мог любой желающий от мала до велика. И после регистрации участников всех собравшихся ждал мастер-класс по скандинавской ходьбе. Изначально она предназначалась для того, чтобы сохранять физическую активность лыжников в теплые времена года, так как, понятное дело, что они не могут ходить на лыжах. Итак, давайте начнем с того, как правильно нужно брать палки и в каком положении они должны находиться во время вашей ходьбы. То есть руки должны быть приближены к вашему телу и находиться под углом 90 градусов. Это приблизительно. И когда у вас идет шаг, то есть ваша палка должна находиться вот в таком положении. Она не должна прямо, вы не должны держать ее за ручку. То есть она свободно находится в вашей руке. Вы, грубо говоря, знаете, волочите ее вот так вот за собой. Многие из пришедших в этот день не понаслышке знакомы с ходьбой, в том числе и со скандинавской, как, например, подруги Надежда Мальцева и Вера Тарлева. Ну, во-первых, мы худеем, а во-вторых, у нас настроение появляется такое. И коллектив. Хочем быть молодыми и здоровыми, в первую очередь. Остальным тоже посоветуете? Да, конечно. Обязательно. Мы так-то... Движение, движение – это жизнь. Да, мы так-то это, когда вот ходим там у себя в южной, северной части, так мы ходим, человек пять нас ходит. Мы так всех собираем и идем. Ну, у нас там два километра туда, два километра или километр. Да, неважно. По три ходим даже. Ну, в общем, часа полтора у нас уходят на эту стрельбу. Думаю, приходишь, конечно, весь мокрый, но зато счастливый. Дамы рассказали о пользе скандинавской ходьбы и ее преимуществе перед ходьбой обычной. Когда вот ходишь, так вот и руки, и ноги там все шевелят, и тело в движение. А когда вот один-то ходишь, так идешь, еле-еле, скучно. А ты... В развалочку. Да еще, когда на время идешь, так все хорошо. Ой, классно. И тут все мышцы, все задействовано. И какая-то вот опора. И настроение улучшается, конечно. В рамках Всероссийского дня ходьбы участникам предлагалось пройти по городскому парку в южной части Полевского, два круга по тропе здоровья, то есть 2200 метров. И здесь не было соревновательности, тут каждый участвовал в свое удовольствие. Наслаждаясь теплой погодой и приобщаясь к здоровому образу жизни. На прогулку вышли целыми семьями. Расскажите, как настроение у вас? Отличное. Настроение отличное. Даже с коляской решили? Да, конечно, мы всей семьей. Нас тут и бабушка приехала из Екатеринбурга в гости, и младший ребенок, и старший ребенок, и самый младший ребенок. Ну, вообще спортом или ходьбой занимаетесь? Ну, приходится. Ходим каждый день, гуляем по нескольку километров. Нахаживаем. Ну, как бы как профессиональным видом спорта мы не занимаемся ходьбой, а так. Так, свежим воздухом дышим, настроение себе поднимаем, не даем закиснуть, скажем так. Особо были отмечены самый возрастной и опытный участник. Им стала Лидия Панаева, а также самые юные, двухлетние Алиса Матыцина и Арина Григорьева. Весело и задорно преодолели положенную дистанцию. А после финиша всех напоили теплым, вкусным иван-чаем. Новую порцию спортивных новостей на нашем канале вы увидите ровно через неделю. А пока новости не только спортивные, вы всегда можете узнать на наших сайтах channel11.ru и polivskoi24.rf На этом на сегодня все. Продолжайте заниматься спортом, где бы вы ни находились. Смотрите овертайм, подписывайтесь на 11 канал в YouTube и наших социальных сетях, чтобы не пропустить самое важное и интересное. А также подписывайтесь на главный, да что там главный, единственный спортивный YouTube канал Поливского, держатель микрофона. С вами был Максим Исаенко. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!